Одобрение населения – фактор, с которым не поспоришь. Социологическая работа – своеобразная лакмусовая бумажка. Она позволяет лучше понимать правительству, где есть шероховатости. Весной этого года был проведен глобальный опрос. Его результаты легли в основу сегодняшних докладов. По части доступности транспорта и удовлетворительности услуг ситуация выглядит обнадеживающе. Больше половины опрошенных обслуживанием удовлетворены. 22,5% посчитали, что за прошлый год оно улучшилось и только без малого 15%, что ухудшилось. Самая сложная ситуация в трех муниципалитетах – в Удорском, Троицко-Печорском и в Уктыльском районах. В Уктыле, например, застарелая проблема с паромом через Печору. По Вуктыльскому району проблему, озвученную в обращении граждан в части недостаточности одного парома на реке Печора, планируем решить передачей в муниципальную собственность в Уктыло дополнительного парома в 2019 году. Сегодня у нас было совещание с администрацией. Условия передачи мы оговорим в ближайшее время и будем решать этот вопрос. Вот в этих районах Удорский, Уктыл, Троицко-Печорский и Кайгородский провести дополнительно соответствующие исследования и предложить ряд мер в решении вопросов, связанных с повышением удовлетворенности населения, предоставляемых транспортными услугами. С Уктылом мы слишком долго занимались. Даже Кирсанов у нас не понимал необходимость и важность решения вопросов с речными перевозками. У нас были тут разного рода дебаты на эту тему. Но, надеюсь, сейчас понимание возникло. В сфере ЖКХ все не так однозначно. Удовлетворенность в некоторых муниципалитетах даже ниже 50%. Из плюсов удалось снизить количество технологических инцидентов и удержать рост тарифов. С одной стороны строятся объекты водоснабжения и водоотведения, с другой не решен вопрос водо- и теплопотери на них. По воде я приведу пример. Тут нечего стесняться. К сожалению, такая ситуация существует. У нас потери 28%. 28% четверть от ресурса, который должен быть оплачен, у нас теряется, извините, не дойдя до потребителей. Они все должны, по сути дела, проходить оценку. Мы должны понимать. Пау, ты плюс сколько не говоришь, сколько, извините за выражение, их как котят носом не тыкаешь, все, извините, воссыны не там. Как дымили их, парили их теплотрассы, так и парят. И все мне рассказывают, что он конденсат, все что-то там идет. Слушайте, вот из того норматива, который есть, вот в принципе, в следующий раз, значит, при отсутствии обследования такого рода сетей и показать действительно реальные картинки по ним, вот эти 28% им перечисляйте туда, как недобор соответствующий за счет их халатности. Мусор тоже не забыли. Сергей Гапликов заявил, что если региональный оператор не сможет вовремя его вывозить, будет отвечать рублем. МинжКХ поручено держать ситуацию, чтобы не допустить коллапса из-за новой схемы. Если мусор не будет вывозиться, деньги, потраченные на инвестиционную программу, инвестор будет, извините, платить за счет собственных средств, которые выполнять должны все эти обязательства. Он должен быть. Региональный оператор в этой части, он взрослый мальчик, он оценивал схему, он шел туда абсолютно, так сказать, с полным забралом, понимая, чему это ему грозит и что, в принципе, ему надо сделать. Поэтому имейте в виду, 1 января на носу. Уже с ноября вывоз ТКО больше не будет являться жилищной услугой, станет коммунальной. По словам главы, населению важно понимать, как, когда и куда будут вывозить отходы, где их будут складировать, сортировать и утилизировать. Евгений Стокас, Олег Костромин, телеканал Юрген, Сыктывкар.